Всем привет, дорогие друзья! И вот, наконец-таки поставили обновление, к сожалению, только на ПТС серваки, на основных серваках это обновление будет с 1 марта, и был добавлен новый класс у орков Всадник Авангарда, ну и что хотелось бы сразу заметить, он прям светится очень-очень ярко, и мне кажется, если их будет очень много, то массовые ПВП будут как-то немного пестрыми, что ли, если скромно так сказать. И светится он не из-за шмоток, не из-за чего-то еще, у меня первый левел, на первом левеле у нас уже сразу доступен скилл, называется Пылающий Зверь, и он действительно пылающий. Собственно, вешается перманентно, 20 минут действует, откатывается моментально, так что светится он будет так всегда. Сейчас у меня нет никакого эквипа, это чисто поверхностный взгляд, не будем сильно вдаваться в подробности, что и как здесь работает, об этом будут следующие ролики, когда мы получим полноценный доступ к ПТС серваку, из экипировки у нас нет вообще ничего атакующего, в том числе и по эпику, нет домашнего эпика, все талики и камни у меня рассчитаны только на защиту. Первое, что хотелось заметить, это то, что у нас вообще нет никаких атакующих скиллов, ну от слова совсем, ноль, нет ничего. Я думал вначале Ярость Пламени, я такой, что Руда Духов для Ярости Пламени, чтобы атаковать, а оказывается нет, это тоже баф. Правда, он с первого уровня сразу же требует Руда Духов, мы ее обязательно купим, будем использовать, немножечко проще мне будет с моим оружием, потому что будем качаться с НГ-пушкой. Что ж, тогда не будем затягивать, давайте по-быстренькому возьмем хотя бы первую-вторую профессию, посмотрим, что у нас изменится там скиллам. Еще кое-что интересное, оказывается мне даже бить никого не нужно, садник авангарда умеет бить просто находясь рядом, не знал о такой особенности, мы просто бегаем вокруг мобов и они падают. Да, у нас все равно экипировка хорошая, даже с учетом того, что нет никакой атакующей, ой, да это еще и массовая штука, ничего себе. Выглядит весьма забавно, что же будет с нормальным атакующим эквипом. Это же ты просто вбегаешь в толпу, даже скиллы не прижимаешь и наносишь много дамаги, я так понимаю, что из-за пламени, но пока не совсем все понятно. Но, по крайней мере, выполнять квесты удобно, хотя, опять-таки, если у вас не очень хорошая экипировка, то это может вам сыграть не на руку, а просто агрить очень много мобов вокруг вас. Хотелось бы также заметить по количеству хп. 24 тысячи, да, я, конечно, понимаю, то, что экипировка в целом рассчитана на большое количество защиты и хп, но на 15 уровне 24 тысячи хп. Что-то мне подсказывает, что это такой полутанк будет, скорее всего, хп здесь можно будет разогнать далеко за сотню, и это будет самым жирным персонажем. Вопрос состоит только в том, насколько он дамажный, вполне возможно, что и дамаг он будет выдавать весьма хороший. Ну, собственно, о чем я и говорил, формить парики, такие мини-парики за этого персонажа, конечно, прям очень и очень приятно. Квест выполняется моментально, конечно же, такого же ждать от пустого персонажа не стоит. И я думаю, то, что сразу можно анонсировать, мы начнем играть за всадника Авангарда. Голосованием на Твиче было принято решение, что мы будем начинать совершенно без доната. Я предлагал, честно, предлагал 6 тысяч в месяц, полторы тысячи в неделю, нормальный донат для эссенса. Но людям интереснее будет смотреть на персонажа совсем без доната. Я не знаю, я не знаю, как играть без доната. Но все-таки персонаж очень сильный, и, возможно, у нас нормально получится его даже развить. Посмотрим, как оно будет, и это будет в виде шоу на ютубе, которое стартанет у нас уже с 1 марта. Ну, а пока тем временем мы взяли вторую профессию, и можно посмотреть, какие скиллы у нас появились. Может быть, наконец-таки мы увидим какие-то атакующие боевые скиллы. Собственно, да, дикий натиск горения. Я так понимаю, то, что это скилл питомца. Появился еще пронзание. Да, короче, скиллы атакующие есть, появляются с первой профессии, все окей. Просто странно то, что никаких атакующих скиллов решили не добавлять на нулевой профессии. Также был изменен интерфейс проточки. Теперь у нас появилась массовая проточка. Мы можем сточить множество предметов, причем выставлять параметр, покуда мы будем их и точить. Это достаточно интересно. Теперь не нужны будут драйверы, которые будут за шейхов точить всякие предметы. Поставил талики адены на 7, закупился их сотни штук, и все, ушел отдыхать. Пока что это все автоматически точится. Автоматически персонаж качается, автоматически персонаж точится. Не хватает только теперь автодоната. Кончается баланс, тебе сразу завозят с карты дополнительные коробки. По-моему, идеальная игра. Если что, я шучу. Ну, вообще, конечно, это удобно в условиях эссенса, без всяких шуток. Но автоматизация становится все больше и больше. Ну, теперь вот так вот точится талисман путешественника. Сразу пишется шанс. Кстати, теперь мы будем знать, с каким шансом у нас точится оружие. Достаточно прикольно. Красиво. Реально красиво. Вот такая стала проточка. Ну, конечно, немножко похожа на мобильный интерфейс. Но приятно, приятно видеть что-то новое в Олд 2. Интересно, конечно, и звуковое оповещение про проточку немножко поменялось. Ну, ладно, нравится. Нравится. Теперь у нас Тол плюс 4. Посмотрим, как будет точиться дальше. Опа, а это, оказывается, еще и подкат. Да, это достаточно такой рашевый персонаж. Привет, Берс в новом виде, что ли? Нет, я, конечно, понимаю то, что у нас... Так, что это? Это был массовый удар скиллом. Не успел я договорить фразу, но что-то мне показалось, что скилл-то у нас массовый. Нет, наверное, все-таки показалось, скорее всего. Это я аурой его сжег. У многих персонажей... Нет, по-моему, это все-таки ауры сжигает. Ладно, нужно выкачивать чуть повыше по уровню, чтобы понимать, что как и работает. Но заметьте то, что все скиллы без отката. И я не думаю то, что это все дело в том экипировке... В той экипировке, которая сейчас надета на этом персонаже. Достаточно интересно выходит, на самом деле. Так, а если автоатака с подкатом, что у нас будет? Как это будет работать? Ну, достаточно эффективно. Многим классам как раз таки не хватало отката безоткатного, чтобы он нормально мог использовать его при автокаче. Конечно, по мане, скорее всего, будут проблемы. А может и нет. На самом деле-то мы без орфена. Но это нужно смотреть уже при более реалистичной экипировке. У нас все-таки экипировка не совсем, которая может быть у персонажей. Но фармит, конечно, очень хорошо. Мне прям нравится. Красиво. Реально красиво. Также нужно тестить и топ-эксп. Так что еще один анонс. Скоро у нас будет топ-эксп по всаднику авангарда. Хочется посмотреть, какие цифры он сможет выдавать. Единственная проблема в том, что я вообще не знаю его скиллов от слова совсем. Я немного читал, но как это работает, я не понимаю вот совсем. Но попробую. Попробую сделать реалистичный тест с разной экипировкой. И сравним с результатами сорка. Так, ну что, взяли мы сороковый уровень. Пора брать следующую профессию. Посмотрим, что у нас изменится на второй профи. Потому что на первый практически ничего не было. Смотрится красиво. Пафосно. Уже 30 тысяч хп. Дайте нам еще нормальное оружие и нормальный эквип. Что же будет тогда там с хп. Ну и, собственно, скиллов не то, что прям много прибавилось. Я так понимаю, то, что эти скиллы заменят прошлое, которое у нас были. Только нужно дикой нападение книжку. Я так понимаю, что ее не взять. По-моему, там было две звезды. Так что пока без этих скиллов. Остальные скиллы учатся без каких-то проблем. Так, старые скиллы у нас тоже прокачиваются. И большой вопрос, какие скиллы теперь мне использовать. Или же использовать нужно все. А дикой царапины очень большой откат. 10 секунд у нас номинального отката. Да, конечно, не будет пониженной. Но все равно достаточно большой. Пронзание у нас. Время перезарядки 1 секунда. Угрожающий взмах 3 секунды. Время применения 2. Время применения 1,7. Угрожающий взмах можно использовать. Вполне, скорее всего, будет нормальным решением. Посмотрим на мобах. И все, в принципе, остальное по скиллам все стандартное. Ничего такого интересного у нас не появилось. Давайте посмотрим, что будет дальше с взятием уровня. Угрожающий взмах. Это прокачка. Пассивка. Это все прокачка того, что у нас уже было. И осталось нет. Следующие скиллы у нас будут новые только на третьей профессии. Да, вот так скучно. Но и третья профессия у нас берется в эссенции практически моментально. Так что они решили не запариваться со скиллами для начального этапа игры. Все равно ты далеко не всеми будешь пользоваться. И сделали акцент уже только на третью профессию. Наверное, опять-таки, нужно прокачаться, чтобы понять, какие скиллы ждут нас там. Помимо этого, хотелось бы еще заметить, что изменился интерфейс задания. Теперь мы немножечко по-другому. У нас идет получение предметов. И я пока не совсем понимаю, как это работает и что нужно для этого делать. Но финальная награда неплохая. Можно в теории даже получить плюс пятый властитель. Одну штуку каждую неделю. И, скорее всего, эта награда будет меняться. Но и даже плюс второй. Это тоже будет неплохо. Особенно для тех, кто только начал играть. Очень много приятных вещей начинают давать для тех, кто даже ничего не донатит. Но не знаю, как оно работает. Но ежедневки у нас были, так и остались. Только тоже немножко был изменен интерфейс. И по наградам пока что ничего сказать не могу. Но теперь у нас гораздо меньше будет вопросов по шансам того или иного предмета по проточке. Теперь мы будем всегда видеть этот шанс. Два раза подряд я не попал 70% линейка. Такой рандом. Подкручено. Но все-таки на 6 точнуть удалось. К сожалению, нельзя обсорить шанс на следующую проточку. Нужно ждать, когда нам выдадут заточечку. Дикой царапин, оказывается, еще и станет. Это интересно. Не всегда стан, конечно, проходит. Но дополнительный контроль. Я думаю, что это неплохо. Так, и угрожающий взмах. Похоже, что это массовый удар. Откатывается достаточно быстро. Да, это массовый удар. Все-таки не просто так он ходит с копьем. Не знаю, как это будет отражаться на прокачке. Но откат очень быстрый. Реально очень быстрый. Если урон будет хороший, то, скорее всего, этот персонаж имеет огромный потенциал по прокачке на париках. Да и собирает он неплохо мобов из-за того, что у него аура все зажигает на своем пути. Можно достаточно быстро собирать и парить его вокруг себя. Но, в любом случае, конечно, с новым будет гораздо эффективнее. Хотя, опять-таки, если он будет стоять в тое, где он будет так неплохо агриться на тебя, то будет вообще все по красоте с обстоятельствами дела с прокачкой. Я думаю, что можно анонсировать и топ-дпс. Потому что чем дольше я играю за этого персонажа, тем мне он интереснее становится. Это действительно что-то новенькое. Такого я еще в Вол 2 не видел. Конечно, может быть, я к этому быстро привыкну. Но на вот этих новых ощущениях я прям кайфую. Так что можете тоже 1 марта заходить. 1 марта это встает обновление на все серваки Эссенса. И можете пробовать и испытывать этот класс уже сами. Обязательно регистрируйтесь по ссылке в описании. Тогда вы получите классные бонусы для старта. Гораздо проще вам будет начать стартовать. И плюс это поддержка моего канала. Также я заметил то, что была изменена цепочка квестов. Теперь не нужно докачиваться вручную. И многое что прокачивается с помощью прошлых квестов. Только вы получаете дополнительный опыт. Я немножко был удивлен, когда я набил 200 мобов. И мне такие, а все, вы можете уже сдавать квест. Нет никаких проблем и преград. Как я понял, теперь быстрая прокачка у нас будет чуть ли не до 76 уровня. Но заодно мы сейчас и проверим. Все уровень мы взяли и теперь можно идти в 50-ю невероятку. Я думаю, что проблем с ней не должно быть никаких. Все-таки защиты у нас очень много. Я думаю, что уже можно показать наши характеристики. 8000 защиты физической и магической нас точно не пробить. А вот физатаки маловато. Потому что на атаку у нас нет вообще никаких предметов. У нас нет ничего на силу крита. Кроме венца, который срабатывает. И то не всегда. И у нас пушечка на 6 дэшная. Но пока что вроде как по ДПСу все ок. Хватает. И у нас в невероятке 2 скилла, которые здесь работают массово. Это невероятная предыдущенная царапина. С долгим откатом. Но в невероятке, скорее всего, она будет без отката. Да, вроде как это так оно и есть. И невероятное пронзание. Массовый скилл. Но он и так массовый. Видимо, решили то, что его использовать никак не нужно. Но да, отката никого нет. Фармится легко. Классный персонаж для этих целей. И выглядит немножко по-другому. Я так понимаю, что это улучшенная царапина, которая должна будет улучшиться после того, как мы найдем на нее книжку на третьей профессии. И ее силу можно уже испытать в невероятных. Красивая анимация, безусловно. Играть за этого персонажа одно удовольствие. Кстати, еще 2 уровня дали за выполнение квеста с неверояткой. И, скорее всего, наверное, на это и было рассчитано. То, что вы выполняете квест неверояткой. Получаете сразу плюс 2 уровня. И продолжаете тем самым квест. Но посмотрим, апнем ли мы сразу 56-й. С этого квеста 50 миллионов опыта. Это достаточно много. Но пока мне тяжело предположить, будет ли этого достаточно. Так что вернусь уже после того, как добью этих мобов. И посмотрим. Так, немножко я разобрался, как работает скилл Плывающий Зверь. Когда мы получаем атаки, у нас уходят очки зверя. Называется VR, BP. Не знаю, как точно правильно. И в дальнейшем будет тяжело выдерживать эту полосочку максимально. И из-за этого, скорее всего, дикий натиск у нас не получится использовать на постоянной основе. Обязательно это проверим. А пока что мы выполнили квест. Давайте посмотрим, сколько мы получим опыта. И получится ли сразу продолжить цепочку квестов. Мне кажется, что да. Потому что у меня просто очень высокий уровень. Из-за того, что мы не совсем своевременно пошли в нужные невероятки. Было в этом не очень много. Потому что опыта... А нет, смысла в этом было много. Потому что опыта, на самом деле, дается не так уж и прям много. Но у нас есть лампы, которые могут исправить эту ситуацию. Не будем открывать их все. Будем потихоньку только опыть уровень. Всего лишь для баночки хватило. Даже с большим запасом. А у нас их уже накопилось 11 штук. Так что продолжаем квесты. И смотрим, когда у нас начнутся проблемы с прокачкой уровня. Скорее всего, уже после этого квеста. Потому что так же получаем 10 миллионов опыта. А это не очень много. По крайней мере, у меня такие предположения. Как оно будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро. Шквалов, кстати, очень много падает. 45 шквалов уже у нас на 56 уровне. Ну, пока что их хватает лихвой. Ну, давайте сразу проверим, как у нас будет действовать дикий натиск без пылающего зверя. И да, он откатывается. Но все равно достаточно быстро. Все равно, скорее всего, это не будет прям большой проблемой для прокачки. А все равно прокачка достаточно комфортная. Но пока мы можем использовать пылающий зверь. Давайте это мы и будем продолжать делать. Так. Набили квестик. Давайте смотреть, что у нас будет по опыту. Я что-то прям очень сильно сомневаюсь, что нам опыта хватит. Да, нам опыта явно не хватит. 57 уровень всего лишь. Для следующего квеста нам нужен 64. Но, но, возможно, мы сейчас можем по-быстрому взять уровень в особой зоне, которая начинается каждый час. А нам сейчас повезло то, что сейчас уже 3 утра. И я вот вовремя успел сдать квест, чтобы попробовать покачаться в равнинах славы на более эксповых мобах. Тем более, почему бы нет. У нас же, помимо всего, еще висит волшебный огонь. Как раз прям самое то. 10 минут хорошего экспинга. Может быть, получится взять... Какой там, 62 уровень? Нет, 62 уровень, конечно, вряд ли мы возьмем. Но у нас уже и ламп много. По крайней мере, уверенности в том, что мы сможем продолжить квест. У меня вообще нет никаких. Помимо всего, еще хотелось сказать то, что мобы здесь тоже изменились. Теперь они стали кровавые. Я не знаю, как-нибудь это вообще связано с лором, историей или еще с чем-нибудь. Но мобы стали выглядеть немножечко иначе. Особо ни на что это повлиять не должно. То есть совсем не знаю, зачем это было сделано. И так было нормально. Но чуть-чуть покрасивее, да, стала. Игра явно меняется. Меняется в лучшую сторону. Ну, я думаю, то, что игроки немножко ждут не этих изменений от этой игры. Все уж привыкли к визуалу. А то, что поменяли иконочки, поменяли мобов. Это, наверное, не самое главное в этой игре. Но будем радоваться мелочам. Радоваться мелочам тоже нужно уметь. Мне, в принципе, это, опять же, все очень нравится. Так, собрали мы паричок. Да хорошо фармится парик. Я не знаю, есть ли лимит какой-то на этот скилл. Сколько мобов он может ударить. Я, по крайней мере, наверное, столько мобов не собрал, чтобы был лимит. Но разносит прям очень хорошо. Надо обязательно будет тестить в ТОЕ. Или надо будет попробовать потестить с пулером. Благо, у нас есть такая возможность. И пулер у нас... Очень жирный пулер у нас есть для таких тестов. Обязательно тесты проведем. И посмотрим, что у нас будет по прокачке. Ну и заодно давайте посмотрим ДПС. Какой мы наносим кеберу. И с учетом моего эквипа урона не густо. Я, конечно, понимаю то, что эквип-то вроде крутой, но нет ничего атакующего. Но тот же венец десятый, да и в целом на стат очень высокий. Если посмотреть по характеристикам, у нас силы практически 70. Было бы 70, конечно, было бы получше. Было бы силы крита побольше. Прилично побольше. Но и все равно с такими статуями казалось бы, что ДПС должен быть побольше. Но и интересно смотреть на насколько просто огромные статы этого персонажа. Выносливости 83. Без всяких проблем взято. Духа 62. Ловкости 50. Шанс физкрита у нас плюс 50. Спокойно, я думаю, по итогу с уровнем, наверное, разгонится и до 60 при желании, если это нужно будет. Хотя, получится ли сделать и 90 силы, и 60 ловкости, здесь, конечно, большой вопрос. Но что-то мне подсказывает, что да, это можно сделать. Мы делали 60-90 даже на хавке, а тут характеристик у нас будет даже немножечко побольше. Хотя, на самом деле, это и не странно. Чтобы люди играли за нового персонажа, новых персонажей, нужно делать немножечко имбой. Так у нас было при вводе Камаэлей, в старой хронике Камаэль. Так у нас было с ДКшниками, так у нас было с Сильфами. И, скорее всего, так оно будет и с Всадником Авангарда. Просто было бы очень странно делать новую расу, за которую никто не будет играть. Зачем нужен еще один гимп? Так что, да, этот персонаж в любом случае будет сильный. Я в этом не сомневаюсь. Но вот насколько он будет сильный, это большой-большой вопрос. Красивая анимация от сгорания, когда мы используем наш скилл Пылающий Зверь. Красиво горят большие мобы. Ну и толпа вокруг персонажа, значит, будет гореть не менее эффектно. Хочется посмотреть уже на этого персонажа в массовых PvP. Я думаю, что скоро мы увидим. Люди будут реролиться в этого персонажа. Явно будут реролиться. Так, ну что, убили. 58-й уровень. Неплохо. Пару таликов Адена даже получили. Тоже, в принципе, здорово. О, и я вижу то, что коробки теперь можно юзать как автоюз. Немножко не понимаю как. Нажмите Ctrl, чтобы... Непонятно. Я не знаю, как сделать автоюз. Ну и ладно. Не так уж это и важно. Давайте использовать по 10 ламп. Возможно, нам хватит для того, чтобы уже сдать квестик. Первый 10 ламп мы взяли. 59-й. Немного. Не густо. Вторые. 60-й левел удали. И нам еще ламп не хватит, чтобы продолжить квесты. 61-й с половиной. Да, нам для следующего квеста нужно 62-й уровень. Но да, все-таки вручную качаться придется. Правда, это придется делать не на 40-м уровне, а немного попозже. В общем, не будет третьей профессии в этом ролике. Не возьму я ее. Ну а пока попробуем использовать автозаточку. Как она работает и... Что у нас получится. Давайте попробуем все талики сделать на плюс 5. И начинаем. Не очень... А, как не очень быстро? Она все одновременно точит. Ничего себе не очень быстро. И сразу пишет проценты. Как же хорошо она идет. Ну как хорошо идет. Опять, конечно, все сломалось. Но это здорово. 15 предметов можно точить сразу. И это очень упростит проточку. Она точно моментально. Здорово. Здорово, красиво, функционально. То, что прям надо. Все, я разобрался, как у нас начисляются задания. За выполнение заданий вы выполняете задание. Да, странно звучит. В общем, при выполнении заданий у вас пополняется шкала выполненных заданий. И чем у вас больше их выполнено, тем больше наград вы можете получить. Это очень здорово. Опять-таки, бесплатная сайха. Еженедельно вы будете получить дополнительную сайху. Причем в большом количестве, если выполнить все задания. Насколько сложно будет ее сделать? Да, наверное, не совсем. 7 дней все-таки на это дается. А ежедневных заданий достаточно много. Особенно с учетом участия Олимпиад. 5 заданий можно чисто с Олимпа получать. Плюс 5 заданий с ежедневной охотой, которые закрываются практически всегда. Да, и другие дополнительные задания. Так что, скорее всего, проблем не будет. Ну, вот, по крайней мере, мы одну... Вторую еще не сделали, да? Одну ячейку мы заполнили. Посмотрим, как будет идти заполнение дальше. Ну, тоже приятно, тоже здорово. Дополнительные бесплатные бонусы. Это всегда очень-очень хорошо. В общем и целом, я думаю, что, в принципе, понятен принцип прокачки персонажа с лоу до топа. Не будем, наверное, там уже заморачиваться. Это такой краткий поверхностный обзор. Персонаж прикольный. Нужно тестить более масштабно. Так что ждите топ-эксп, ждите топ-дпс. Это все будет обязательно в будущих роликах. Ну, и также новые шоу. Я по-другому не могу это назвать, прокачка с нуля, без доната, авангарда. Это будет тяжело, но я думаю, что это будет достаточно интересно. А на этом заканчиваю. Если захотите начать играть, то обязательно переходите по ссылке в описании. Получайте к лурты и бонусы по регистрации по этой ссылочке. Будет гораздо проще и начинать играть. Ну, а с вами увидимся совсем уже скоро. Спасибо за просмотр и пока-пока.